Всем привет, с вами видеоблог Варстори, я Алексей и сегодня у нас с вами долгожданный кортик танкистов, артиллеристов, противотанкистов, кавалеристов, командиров, моторизированных частей вермахта и в общем это армейский кортик образца 1935 года. Поехали! Кортик этот один из самых частых, если мы рассматриваем срез короткоклинкового холодного оружия периода Третьего Рейха. Это кортик армейский, он полагался к ношению всем офицерам сухопутных сил вермахта с 1935 года. Именно в 1935 году он был утвержден, точно так же как и кортик Люфтваффе. Люфтваффе это ВВС. Обращу внимание на один момент, часто этот кортик называют кортиком вермахта и также его гуглят, ищут и даже продавцы между собой его так называют и коллекционеры потом естественно. Но вермахт это у нас три рода войск. Это в общем вооруженные силы Германии так назывались, это у нас моряки, это летчики и сухопутные силы. Так вот это кортик именно сухопутных сил всех подразделений. Часто меня спрашивают какие кортики носили например танкисты. Вот такие кортики они носили. Точно так же как связисты, кавалеристы и так далее и тому подобное. Сегодня я бы хотел рассмотреть целый срез вот этих вот вещей, потому что сейчас здесь 19 по-моему предметов у меня лежит на столе. Эти вещи приехали к нам из Соединенных Штатов Америки за счет того, что я там пробыл более трех месяцев и можно сказать выкупил несколько коллекций и небольших подборок. Этих предметов получилось взять их некоторое количество больше, чем обычно. Обычно на слетах 2-3 предмета попадаются в достойном состоянии, хотя есть ошибочное мнение, что их очень много и можно выбрать сколько хочешь. Приехал, просто поднял над головой деньги и тебе их там 2 тележки привезли. Но на самом деле это не так. И сейчас мы вникнем с вами в эту тему немножко с точки зрения именно эксперта. И я вам покажу, какие предметы выделяются из общей линейки, какие предметы имеют сходство между собой и являются представителями единой производственной серии. И сегодня на ваших глазах будет проведена такая экспертиза и я вам покажу, как выявить из всей вот этой подборки сборняк. Так называют вещи, которые собрали из оригинальных запчастей, но уже в наше время. Пару слов о том, откуда появились сборные вещи и почему они вообще присутствуют на рынке. Дело в том, что самый массовый, залповый такой выкуп вот этих вещей у населения во всем мире произошел в 80-е-начале 90-х годов. Когда люди уже поняли, что сформировался рынок вот таких трофеев, проснулся интерес, начали появляться книги и люди стали выкупать антикварное холодное оружие. Это было и есть очень популярное направление в Америке и Европе. Естественно, это популярное направление в России и на территории всего постсоветского пространства. Потому что такие предметы люди находили у себя в семьях. Вот, например, фотография нашего офицера с трофейным немецким кортиком именно этой модели. Это армейский кортик образца 1935 года. Он взял его в трофей, гордится тем, что победил это зло. У него висит за победу над Германией медаль на груди и вот такой вот кортик. Как раз в знак того, что он победил, поэтому имеет право носить трофейное оружие. И такие же вещи, такие же кортики также, естественно, передавались по наследству. Дарились детям, как у нас, так и на Западе в том числе. Но вот здесь мы видим мальчик в папахе, опять же, с той же самой распаковки фотография. Тоже с кортиком армейским на подвесе ему прислали в подарок. Опять же, это родственник или там папа, дед, возможно, дядя и так далее. И вот эти фотографии показывают тот факт, что после войны практически все вот это холодное оружие разошлось по населению. Не в знак поддержки фашизма, нацизма и прочих идей, а в знак того, что это трофей. Предметы разошлись по семьям и дети часто играли с такими вещами. Обламывали свастики. Например, Томас Витман рассказывал, как он дядин кортик, собственно, поломал. Они бросали его со своим братом в дерево, чтобы он втыкался туда поглубже. И в какой-то момент, например, там отлетела от него свастик. Он про это сам рассказывал в интервью. Другие кортики лишались свастик или каких-то запчастей тоже из-за игр, из-за того, что их кастомизировали для удобства ношения. В иных случаях кортик просто деноцифицировался, с него отламывалась вот эта свастика или запиливался полностью орел. Но, опять же, не все кортики такую судьбу имели. Уже в 90-х, 80-х годах, когда эти кортики попадали на рынок, и когда они начали расходиться по коллекционерам, хитрые дилеры, скупщики этих вещей, я общался с ними, они мне сами рассказывали эту историю, выкупали предметы. Естественно, они тогда стоили совершенно других денег и пересобирали их. Они разбирали на запчасти несколько вещей. У одного, например, была сломана рукоять, у другого была оторвана свастика, третий имел жеванные мятые ножны. Они их собирали-собирали, и в итоге получался один хороший предмет, один средний и один вообще убитый. Соответственно, хороший окупал всю вообще покупку и приносил прибыль, а такой средний и убитый, потом дальше по остаточной стоимости сливались. Таким образом, на рынок попадало три кортика с таким вот большим клеймом «Сборняк». Но это клеймо люди стали ставить только годов с 2000-х, потому что до этого времени никто особо не вникал в подлинность сбора предметов. И никто не придавал значения вот этой оригинальности фабричной компоновки предметов. На данный момент кортики ценятся именно в оригинальном виде, потому что сейчас уже все разобрано. Знаем, что у Карла Айкхорна было определенное количество вариантов поисков, определенное количество вариантов птиц, как такой самый яркий момент, определенное количество вариантов навершек, головки, рукояти. Также рукояти отличались сами по себе и так далее. Так по каждому предмету. Давайте сейчас представим, что это прилавок где-нибудь на рынке в Америке. И мы с вами издалека сначала посмотрим на вещи и примерно прикинем, проанализируем, что здесь представляет большую ценность, что меньшую ценность. И какие предметы можно, например, определить на глаз, прямо даже их не взяв в руки и не снимая с прилавка. Потому что это как раз именно основная история для того, чтобы весь рынок пройти. Если ты будешь каждый предмет брать вот так вот и в руки крутить, никакого времени не хватит. Нужно самые такие смачные, самые жирные, самые сочные предметы находить глазами, когда они еще лежат просто. И это, кстати, такая очень важная история, когда все дилеры приходят к продавцу, который только-только свеже распаковывается. Если у тебя есть навык выщемлять редкости глазами, ты можешь сразу же... Выложили веер из 10 предметов, ты раз, самый редкий и забираешь. Это прям интересно. И очень круто, когда это попадает, и все такие смотрят через плечо. Так вот, давайте сюда подойдем и посмотрим. Сейчас я облегчил немножко задачу и в верхнем ряду я разложил предметы, которые вы нечасто на рынке встретите. Здесь как раз находятся ранние вещи. В этой подборке мы обращаем внимание на эти два кортика. В первую очередь из-за формы рукояти. Это ранняя форма рукояти. Вот обратите внимание на характерные отличия от стандартных, от уже таких более массовых выпусков. Здесь большее количество витков, и они находятся, можно сказать, ближе друг к другу и под большим углом. Это сложно описать словами, но вы видите, что я имею в виду. Соответственно, если вы видите такую рукоять, 99,9, что это ранний предмет, но только если он не сборный. Плюс ко всему, этот предмет ранний по типу материала, используемого для изготовления этого кортика. Это мельхиор. Вы видите характерную патину на серебрении, и на протертости мы видим не серый металл, потому что они в основном цинкового сплава были. Мы видим вот такой вот желтый металл. Это медно-никелевый сплав, мельхиор. Назильбер он называется. И характерный для Назильбера вот эта вот халявность проработки, можно сказать, потому что цинковые птицы, они более четкие, такие более острые, можно сказать. Назильбер всегда немножко по детализации страдал, по сравнению с цинком, опять же. Это предмет производства компании Густав Шпицер. И еще один признак того, что этот предмет ранний, кроме того, что вот у него рукоять такой формы, что он из мельхиора состоит, у него прибор рукояти, у него еще и хвостовик клинка. Вот мы с вами незаметно его разобрали. Хвостовик клинка характерной формы, так называемый треугольный. Для представителей западного коллекционного мира это давно уже является таким вот основанием указывать, основанием полагать на то, что предмет ранний. Если мы возьмем такой же кортик производителя Хеллер, то мы увидим такой же хвостовик внутри. При этом это тоже Назильбер, тоже ранний тип. И давайте его раскрутим для подтверждения моих слов. Конечно, раскручивать кортики постоянно, это не очень хорошая идея, но так как мы делаем видео, я делаю это аккуратно, это нормально. Вот мы видим этот самый треугольный хвостовик, и я вам покажу потом дальше, какой он может быть еще. На примере ВКЦ, на примере более частых предметов. И среди них точно так же ранняя серия будет иметь вот такой хвостовик. Это один из признаков подлинности, и для того, чтобы не лезть сильно в дебри, просто скажу, что это важно знать. Вот эти два кортика, это Роберт Класс. У него абсолютно такой характерный тоже сбор. Своя птица, она не отличается очень такой большой аккуратностью. Вот мы сейчас его тоже возьмем, покажу его вам поближе. Этот кортик, чем примечателен, тем, что он весь тоже в родном сборе. У него свои ножны ярко выраженные. Тоже вы видите вот эти вот звездочки на торцах поисков. Эти звездочки как раз являются визитной карточкой Роберта Класса. И, конечно же, вот эта птица. Она не очень аккуратная, но это конкретно такое прям практически люксовое исполнение. Потому что мы видим здесь он в серебрении, в глубоком, и хорошо прорисованы детали. Я стараюсь выбирать именно вот такую деталировку, именно такую детализацию крестовины, потому что они бывают вообще зализанные, не очень красивые. Тогда просто обхожу. Ничего страшного. Кортик тоже редкий. Вот давайте посмотрим на его клеймо. Клеймо здесь битое, и находится оно на некотором удалении от крестовины. Это тоже такой характерный признак, который присущ именно Роберту Классу. У Роберта Класса своя фишка. У него есть на хвостовике отверстие. Давайте другое разберем. Здесь тоже есть, я вам просто гарантирую. Но этот разобрать будет легче. Тоже Роберт Класс. У него здесь не закреплен темляк. Поэтому не будем мучить тот. Разберем этот. Это будет без потерь просто. Итак, вот оно. Отверстие в хвостовике Роберта Класса. И там такое же есть. И обратите внимание, тоже ранняя форма хвостовика без вот этой капли снизу. Что за капли? Опять же, я вам покажу чуть-чуть позже. Посмотрим клеймо и у этого представителя. Сейчас я только здесь соберу его обратно, чтобы ничего не забыть. Вот. Здесь смотрим клеймо. Также битое клеймо Роберт Класс. И также мы его сравниваем. Видим вот эти вот характерные детали, характерные звездочки на поясках ножен. Детализация у этого кортика страдает, как я говорил, за счет того, что материал изготовления крестовины это алюминиевый сплав. Мы его видим вот здесь вот на протертостях. Это абсолютно четко видно. Тот самый вот белый металл характерный, характерного оттенка. Следующий кортик тоже, когда вы увидите на прилавке, вы его не пропустите. Это так называемый алкоса с высокими крыльями. Или дипломатический алкоса. Потому, что у него вот эти вот крылья с сами выпуклости плечей. Вот эти... Как вот... Товарищи орнитологи, скажите, как называется вот эта часть крыла у орла? Вот именно эта часть крыла, она немножко выдается. Если мы сравним ее, например, вот с предметом слева или с предметом справа или с остальными орлами, такого у них нет. Вот только у алкоса такие вот высокие крылья. Он прям рельефный. Такой сам на себя тень отбрасывающий. И здесь мы еще видим интересный момент, что он проработан очень аккуратно. И у него прямо практически все серебрение осталось на месте, потому, что он практически не тертый. То есть, очень малоношенный и очень малобытованный. Плюс еще, естественно, у него патины много сохранилось на всех частях. Поэтому он такой темный, равномерный. Прямо вот в элитной патине, можно сказать. Клинок здесь тоже с клеймом. Алкоса мы видим. Вот здесь вот нанесено клеймо травлением. Уже это тоже характерный признак именно этого варианта. Следующий экземпляр также имеет большие отличия от всех своих других собратьев. У него просто цвет металла, вот это вот покрытие белый, светлый. И он не запатинированный. Это так называемый никелированный тип. Это Ассо Шуттельгофер с белой рукоятью цвета слоновой кости. Это вот как раз такой характерный белый, не патинирующийся вариант. Тоже очень интересный для коллекционеров. И опять же, здесь мы видим по равномерному цвету всех деталей, что этот предмет в родном сборе. Как вы знаете, белое блестящее покрытие использовалось уже в поздний период производства, уже в конце 30-х годов. И, соответственно, если мы здесь его разберем, если мы открутим головку рукояти и посмотрим, что там внутри, во-первых, мы увидим характерный признак. У него здесь рукоять состоит из тех же деталей, что и из тех же частей, что и рукоять кортиков коррексмарины, кортиков морских. Рукоять здесь деревянная, обтянута целлулоидом. Это, кстати, очень распространенный тоже момент и очень распространенный вариант изготовления. Также такие варианты были еще с гипсом. То есть гипсовая рукоять тоже обтянута. Если мы откручиваем, то гипсовый кортик с гипсовой рукоятью здесь будет такая, как белая насыпка. И обратите внимание, здесь как раз поздний уже вариант изготовления. Хвостовик имеет такую вот каплю, каплевидное утолщение и потом дальше он уже вот такой вот уходит на литьевую форму немножко с заужением. Теперь вы видите это характерное отличие от ранних экземпляров, от представителей ранних серий. Отдельное место в семье армейских кортиков образца 1935 года занимают вот такие вот стравлением кортики производства Эмиля Вуса. Это классика. Классика, которая производилась несколько лет и имеется в нескольких вариантах изготовления. Бывают с клеймом, собственно, вот как здесь и с костяной рукоятью, как вы видите сейчас на своих экранах. Бывают с клеймом и пластмассовой рукоятью, стандартной, как у остальных представителей. Этого класса бывают с пластмассовой рукоятью и без клейма. Соответственно, и по цене точно так же они отличаются. Вот это самый дорогой, самая богатая комплектация. Есть без клейма и с пластмассовой рукоятью варианты, которые стоят дешевле, сильно дешевле. Разница в цене обусловлена тем, что кортики с клеймом, конечно же, пользуются большим спросом. За счет этого их гораздо меньше на рынке. Из-за того, что этот предмет стоит много денег, он реально дорогой. Порядка 7-12 тысяч долларов такие варианты стоят. Именно с травлением, с костяной рукоятью. Из-за таких высоких цен, естественно, кортики с травлениями пытаются подделать. И продаются они обычно за пол цены, за треть цены от оригинала. Подделки отличить можно, подделки отличить относительно несложно, если вы знаете, куда смотреть. У этих кортиков свой тип трафаретов, по которым травили, естественно, их в то время они относительно все-таки мелкосерийные. У этих кортиков имеется покрытие, никелировка на клинке. Вот вы видите, здесь немножко в районе боевого конца эта никелировка подсошла из-за того, что она терлась об ножны внутри, об пружины, которые внутри расположены, и сжимают клинок. И, соответственно, подделать все один в один не получится у людей, которые хотят это сделать. Именно за счет того, что есть покрытие и есть абсолютно четкие варианты трафаретов. Иногда бывает что-то похожее, есть похожие на оригинальные типы, но, естественно, они имеют отличия и поэтому продаются в два раза дешевле. Но, собственно, мы на прошлой неделе с вами обсуждали вот этот самый момент. Редкий кортик армейский, который здесь сейчас на столе лежит. Перед вами я его сейчас взял в руки. Это кортик производства Карла Айкхорна, выполненный полностью из алюминиевого сплава, за исключением клинка. Клинок здесь, естественно, стальной, стандартный, с клеймом Карла Айкхорна. Карл Айкхорн в относительно ранний период и ранний период или поздний, мы это можем сказать, потому что у него треугольный хвостовик клинка, в относительно ранний период экспериментировал с таким материалом изготовления. Изначально кортик был с стальными ножнами, с мельхиоровым, либо с цинковым поисками и с цинковым прибором рукояти. Некоторые производители выпускали, естественно, алюминиевые детали, детали алюминиевого сплава, про которые я вам уже говорил и показывал. Тем не менее, здесь Айкхорн пошел дальше, он еще и ножны сделал тоже полностью алюминиевыми. И обратите еще внимание, здесь даже устье является единым целым с футляром, ножом. То есть, это фальш устье точно такое же, как у кортика железнодорожной охраны и точно такое же, как у кортика лидера Гитлерюгенда производства Карла Айкхорна. И с полностью алюминиевыми ножнами кортики ценятся очень высоко, потому что это дополнительная степень защиты для кортиков железнодорожной охраны, если мы про них говорим. И это яркая производственная серия, очень редкая, экспериментальная, можно сказать, если мы говорим о кортиках армейских образца 1935 года. Вариантов этого типа реально очень мало известно в мире и в книгах пропечатаны единицы их. Поэтому я горжусь то, что получилось найти человека, у которого он есть и получилось его смотивировать на продажу. Ценный кортик этот прям в прямом смысле, потому что он стоит в 3, а то и в 4 раза дороже кортика такого же типа, этого же производителя, но обычного материала. Если бы он был в цинковом сплаве, он бы стоил порядка 90-110 тысяч в подобном состоянии. Этот кортик конкретно стоит 300. И это небольшая и немаленькая цена для этого кортика. Это просто уникальное предложение в коллекционном мире, потому что такие вещи вообще не продаются обычно в открытую. Их просто передают коллекционеры из рук в руки под столом, что называется. Потому что на слетах таких вещей не найти. Здесь это можно только как-то смотивировать человека. он когда продает все. Вот он в том числе и какую-то такую редкость тоже может ей поделиться. Многие люди, которые занимаются изучением армейских кортиков долгие годы, даже в руках их не держали. Здесь вот он перед вами. Классно. Сейчас мы с вами увидели, что кортики имеют характерные различия. То есть, это не один и тот же предмет здесь лежит на столе и отличается только цветом рукояти. Они реально разные по признакам. А теперь настало время увидеть сходство между типами и тех самых представителей единой производственной серии с вами мы рассмотрим. Начнем с двух кортиков производства Карла Айкхорна. Они идентичны. Идентичны они практически полностью. Здесь, конечно, мы видим, что перевернуто кольцо. Вот этот фитинг, который над крестовиной, но он может быть перевернут как в одну, так и в другую сторону. Но пояски ножен одинаковые. Мы видим здесь одинаковый штамп. типы птиц также одинаковые. И, естественно, одинаковое клеймо, если мы рассмотрим их, перевернем и достанем из ножен. По характерным признакам мы можем определить, что это цинковый сплав, цинкового сплава, прибор рукояти, крестовина. И, посмотрите, мы здесь видим, что это как раз тот самый поздний тип тоже по вот этому утолщению каплевидному на ближе к пяти клинка на хвостовике. И второй вариант, второй, точнее, экземпляр имеет точно такую же форму хвостовика, точно такое же утолщение. То есть, это как раз признаки тоже единой производственной серии. У них идентично все. Для того, чтобы продемонстрировать, что те кортики были из единой производственной серии, я вам покажу еще одного Карла Айкорна, более раннего. Обратите внимание, у него немного другая птица и другие пояски на ножнах. И то, что он ранний, нам говорит, во-первых, тоже материал изготовления, для этого нам не надо разбирать кортик. И плюс еще для того, чтобы все-таки вы удостоверились в том, что предмет ранний, я сниму рукоять и вам продемонстрирую тот самый хвостовик именно треугольной формы, который присущ, который характерен для ранних типов вот этого кортика. И, кстати, обратите внимание, здесь цвета побежалости на хвостовике очень хорошо видны. Это следы обработки еще тех лет. Часто такая история встречается. Иногда бывает, что люди пытаются строить какие-то теории о том, что оригинальный предмет или неоригинальный, увидев такие цвета на хвостовике, но, естественно, никуда бы они не делись за все это время. Если его перегрели, тогда они образовались, вот они до наших дней и дошли. Это вот такой, кстати, интересный момент. Я помню, просто был как-то на форуме спор о том, что имеют они место быть или нет на подлинных вещах. Конечно же, да, это можно рассмотреть, в принципе, везде и всегда. И вот сейчас я даже доволен, что они вам попались. Ну и давайте посмотрим тоже на пятую клинка, на всякий случай, чтобы удостовериться, Карл Айкхорн это или нет. И вот она здесь, характерная белка, присутствует. Мы ее с вами видим. Пока сборных кортиков не обнаружено. Продолжим искать. Для экспресс-анализа и экспресс-оценки, естественно, всегда фокус мы наводим на птицу. Именно на крылья, на грудь и на голову. И как вы видите, здесь это определенный тип, и он именно Карл Айкхорновский. Если вы увидите его на другом клейме, на другом клинке, то здесь это что называется красный флаг. Давайте сейчас с вами посмотрим среди WKC, среди ВКЦ производителя поищем все-таки сборняк. Я уже почти подсказал, почти сейчас вскрыл все самые вот эти вот покровы. Потому что у ВКЦ характерная абсолютно своя птица. Она была тоже нескольких типов. Вот самая часто встречаемая так называемый томогавк. Но он немножко отличается от похожей птицы такого дженерик типа для всех. Тем не менее, вот это именно ВКЦ характерный дизайн. Здесь мы видим очень интересный вариант с лакированным серебрением таким морозным. И обратите внимание, что это морозное серебрение до сих пор белое. Оно не запатинировалось. Именно из-за того, что этот лак на серебрении есть и он не дал покрыть серебро патиной, он не дал запатинироваться материалу, мы видим вот такой вот цвет морозное серебрение прямо как на ювелирке, прямо как на наградах. Давайте его приоткроем, посмотрим этот ВКЦ. Характерный абсолютно вариант. И он до наших дней очень редко доходит в таком виде. Давайте следующий вариант посмотрим, который здесь есть. Вот такое же морозное серебрение, но вы видите, что здесь предмет имеет вот такие вот потертости по лаку и сразу же эти потертости по лаку дают патину на серебре. Это неплохо и нехорошо. Это просто следы ношения предмета. Тем не менее, тот мы видим, что он в ментовом состоянии, а этот в околоментовом. Хотя у него тоже вот такой вот очень хороший клинок и тоже мы видим, что это ВКЦ фирма. Это вот представители, что называется, единой производственной серии. Как раз то, про что я говорил. А это уже более ранний вариант. Посмотрите, в каком глубоком серебрении глубокое серебрение без лака дало вот такую равномерную глубокую патину. Опять же, это ВКЦ, но немножко тоже вот здесь клинок практически ментовый, без ржавчины и он вот характерным вот этим кроссгрейном и не завалены никакие грани. То есть, он не перешлифовывался, как и все предметы здесь на столе лежащие. Здесь немножко другая птица. Она отличается, тем не менее, это ВКЦ как раз и есть. Это просто другой тип, но это тип, который характерен для конкретно этого производителя. И головка рукояти в том числе. Вы видите, что она тоже немножко отличается. То, что этот вариант ранний, опять же, подтверждает тот факт, что у него здесь тоже треугольный вот этот хвостовик клинка. И вот это вот, как только мы видим предмет такой, сразу же он немножко даже вот такую дополнительную ценность приобретает. Просто за счет того, что их гораздо меньше, чем представители более поздних серий. И вот еще один вариант, который многие из вас отметили. Он тоже яркий, у него тоже много серебрения по ножнам. Вот здесь на торцах как раз это самое морозное ювелирное серебрение. Есть патина по рукояти, красивый цвет, желтый. Небольшие буквально потемнения на клинке, вы видите, но тоже клинок не перешлифовывался, ничего, то есть в очень хорошем состоянии. Подобные предметы могут продавать от 700 до 1200 долларов, как здесь, так и на западе. Но у этого предмета конкретно есть небольшой нюанс. Это сборный предмет, потому что у него стоит птица от Карла Айкхорна. Этот вариант часто выдают за оригинальный сбор, но это не оригинальный сбор. Да, он весь собран из оригинальных запчастей, он действительно стоит денег, но не тех денег, сколько стоят подлинные предметы в родном сборе, подлинные предметы в том виде, в котором они прошли все эти годы, вот просто как вот единое целое, что называется. Такие предметы, которые по той или иной причине были пересобраны в наше уже время, не профессионал не отличит от подлинных, а профессионал отличит, потому что нужно понимать, что смотреть, нужно понимать, на что обращать внимание. Готовясь к обзору, я специально собрал эти два предмета, я рукоять взял с Карла Айкхорна, поставил на ВКЦ, рукоять с ВКЦ поставил на Карла Айкхорна. Они выглядят вроде как по фото, даже ничего, но мы можем обратить внимание, что здесь недокручена рукоять, естественно, люфтит вот эта Гарда, потому что без специальной подгонки, а подгонка это будет производиться надфилем, прям напильником, внутри нужно будет раздраконить отверстие в конкретно вот этом вот, вот в этой рукояти, потому что иначе без этого ее будет просто не подогнать. Мы понимаем, что головка рукояти имеет одинаковый шаг резьбы вот здесь вот внутри, но хвостовик может торчать сильнее, может быть покороче, и поэтому если мы действительно будем подгонять один предмет, одни запчасти к другому предмету, то мы просто эти запчасти внесем в них необратимые уже изменения, то есть мы дорежем резьбу до конца, либо мы сорвем резьбу, если она слишком короткая была и так далее, тому подобное. Все вот такие вот мероприятия по сбору предметов, они всегда приводят к порче материальных ценностей. Здесь конкретно я не стал естественно ничего подгонять, просто наживил, чтобы это было видно для примера, и здесь ничего не пострадало. Никакие детали здесь из строя не вышли, тем не менее, если бы это делали продавцы на рынке, то у нас были бы дефектные просто рукояти, девякные головки рукояти здесь. Сейчас прям при вас я восстановлю справедливость и соберу обратно кортики, потому что негоже им чужие рукояти носить. Это было сделано специально для обзора, и вот я как уже говорил, без всяких разных подгонок. Сейчас мы сняли рукоять ВКЦ с кортика Карла Айкхерна, и с этим кортиком проделаем ту же самую операцию. Так вот мы снимаем эту историю. Всегда обращайте внимание на то, какой стороной рукоять была поставлена, потому что если вы перепутаете, то может не быть ничего, конечно, страшного, но лучше все ставить, как было. Кстати, обратите внимание вот еще на одном тоже кортике, в данном случае на ВКЦ, мы видим цвета побежалости, не самую аккуратную обработку литьевых швов по бокам, но тем не менее, это именно оригинальная обработка, потому что она под рукоятью находится, и ее особо не скрывали. Причем это же можем увидеть на предметах, которые сильно ржавые, с обломанными клинками, какие-то чердачные и прочее. Опять же говорю, что по таким признакам нельзя судить о оригинальности или не оригинальности, это просто физика процесса, физика производства. Восстанавливаем справедливость, ставим рукояти обратно, и теперь кортики, которые послужили благому делу, побыли примером, обратно возвращаются в тот самый родной сбор, в котором они все это время были. и вот все встает просто на свое место, прям вот именно правильным образом подтягивается. Клинок встает тоже на свое место, поджимается кожулька, ничего здесь не болтается, все становится просто прекрасно. Карла Айкорна точно так же мы соберем. Вот здесь вот видите, цветов побежалости нет, потому что и без них все им получилось подогнать и собрать. И вот кстати, еще тоже такой момент есть характерный отличие по сторонам такое вот отличие оттенков, здесь более темный, тут более светлый. Вот где было больше солнечных лучей воздействия, там кортик и там точнее это рукоять более темная. Соответственно, он лежал вот таким вот образом больше к солнцу спиной, что называется. И еще вот здесь тоже такая отметина, ведь он долго пролежал в закрытом виде, потому что это как раз отметина, не запатинировался участок ножа, но здесь вот устья под орлом со свастикой. Все, теперь справедливость восстановлена, кортики собраны, кладутся на место и теперь мы завяжем темляк на один из них. Покажу вам этот узел, потому что многие это воспринимают как некоторое волшебство, но на самом деле все быстро делается. В наше время найти темляк, хороший темляк, именно чтобы он был в хорошем оригинальном виде, чтобы он был не растрепанный, очень сложно. Иногда просто приходится покупать кортик ради того, чтобы снять темляк, либо платить за такой вот, вот конкретно за этот темляк и заплатил 210 или 230 долларов, например. Естественно, этот темляк имеет смысл навязывать на какой-то предмет, который имеет большую ценность коллекционную. В данном случае я решил все-таки навязать на кортик с травлением. Вот мы видим эмильвус с клеймом, с костяной рукоятью. Он достоин того, чтобы быть темляком. Соответственно, сейчас я вам покажу, как узел завязать. И все всегда начинают с набрасывания петли вот сюда. Как видите, здесь наверху навершие и такая петля соответственно от петли. Потом дальше у нас вниз идет сам этот металлизированный шнур. Все начинают всегда сверху. Это неправильно. Итак, всегда мы начинаем с крестовины. Берем правое крыло орла. Здесь вот где-то 4-5 сантиметров отступаем от этой шишки и начинаем обматывать крестовину. Подобным образом это несложно. Просто можно будет посмотреть на картинке и увидеть, как это должно быть. И уже отсюда, по идее, мы можем закидывать сюда наверх вот эту самую петлю. Для этого нам, естественно, придется головку рукояти открутить. Но правильнее будет вот этот темляк, вот эту часть шнура продеть под часть шнура, которая здесь у нас сверху. Тогда у нас прям получится совсем красивый узел. Делать это надо аккуратно, потому что металлизированная нить, опять же, она такая достаточно нежная. Если она будет тянуться или какой-то заусенец образуется, вы можете просто потерять часть темляка. Вот мы видим, что мы его сюда подпихнули. И, кстати, обратите внимание, что он по старым изгибам ложится, этот темляк. Сейчас, когда мы сформировали узел на крестовине, мы начинаем откручивать головку рукояти и забрасываем сюда эту самую петлю. Петлю лучше приготовить заранее. Мы с вами ее набрасываем сюда на саму рукоять и дальше аккуратно закручиваем головку рукояти. И нам нужно, естественно, не повредить ничего. Дальше уже, когда она здесь стыкуется непосредственно с рукоятью, эта головка, делаем это аккуратно. После чего мы протягиваем сам шнур. Это самая ответственная задача. Нужно при этом не порвать темляк, не порвать саму шишку. И вот по итогам операции у нас теперь есть Эмильвус с полной комплектацией, с травлением, с клеймом, с костяной рукоятью и с темляком. Навязывание темляка это не некий сборняк, потому что это отдельная вещь, отдельная деталь, которая является комплектующей. Соответственно, мы здесь закрепили и я считаю, что лег он хорошо. Потому что нужно всегда смотреть, как темляк был завязан, посмотреть его изгибы, потому что нить все-таки металлизирована, имеет такие характерные растяжения. Если завязать его другим узлом, то будет немножко где-нибудь топорщиться. Здесь все в порядке, узел лег так, как нужно именно для этого кортика. И вот таким восстановлением справедливости, уменьшением энтропии Вселенной можно уже и видео наше с вами завершать. Тем более на съемке ушло где-то два часа и Кирилл мне уже намекает, что пора бы на финалочку. Надеюсь, это видео было для вас полезным. Напишите обязательно об этом в комментариях, что вы нового узнали, точнее, что вас больше всего поразило во всей этой истории. И стоит ли вот такие вот технические, прям глубокие видео делать, насколько это интересно людям, которые не самым глубоким образом погружены в тему. Тем не менее, если вы досмотрели это видео до конца, во-первых, вам спасибо за это, а во-вторых, это значит, что вы действительно интересуетесь темой. и вот эта глубина глубин совершенно не лишняя для вас. Тем более, это просто элементарно, даже такая, действительно, разминка для ума. Отдых, можно сказать. Я очень доволен, что получилось сделать это видео. Еще будучи в Штатах, я хотел записать что-то подобное. Пока есть вот эта подборка, пока есть эта коллекция предметов, действительно разных, когда можно показать и сходство, и различия, когда можно показать ранние вещи, поздние вещи. И, в общем, жду ваших комментариев, с нетерпением все буду читать. Все, на этом я видео свое заканчиваю. Всем вам доброго вечера и увидимся в следующих видео. Субтитры сделал DimaTorzok